Ну что ж, идем дальше. Мы первые два, по-моему, или три форума по площадкам и шли. Первая, вторая, третья, четвертая. Но, так сказать, прозвучало на очередном форуме такое справедливое замечание, что обижают охоту и дикоросы. До них доходит очередь только, так сказать, в последнюю очередь. Поэтому давайте мы подведем итоги площадки охоты и охотничьей инфраструктуры. Пожалуйста, вы кто? Ге, да? Да, пожалуйста, Гея Томазович Сыролидзе. И если будет что-то добавить, тогда Татьяна Сергеевна. Здравствуйте, друзья. У нас действительно площадка была, где мы говорили о охоте. Будет у меня мой самодератор Татьяна Сергеевна Рамилева о конкретных вещах, о том, о чем мы сегодня говорили. Не только о сегодня, а вообще о том, что в течение этих пяти форумов мы на нашей площадке обсуждали. А дело в том, что те проблемы, которые поднимаются, и те вопросы, которые ставятся, острые вопросы, они повторяются. Конечно, с какой-то региональной спецификой, безусловно, где-то просто акценты расставляются. Но вопросы в основном одни и те же. Одни и те же. Всегда на всех пяти форумах очень острая у нас происходит такая дискуссия. Но я вкратце сейчас обозначу те проблемы, о которых мы говорили. Сегодня поднимались вопросы, так же, как и на других форумах. Это финансовое обеспечение, недофинансирование, откуда идут проблемы и в охране, и в воспроизводстве. Здесь поднимались вопросы изменения налоговой нагрузки. Об этом тоже, я думаю, мой самодератор Татьяна Сергеевна подробнее мне скажет. Охотничий билет, охот-минимум – это те проблемы, которые есть. И здесь надо понимать, что мы даем людям в руки оружие. И здесь не может быть никаких таких послаблений. Здесь очень серьезно надо к этому вопросу подходить. И вопросы, которые ставят профессионалы, которые ставят те люди, которые у нас выступают, они, безусловно, должны найти, на эти вопросы должны быть даны ответы. И вопросы с охотничьими билетами и с правом людей приобретать оружие, охотничье оружие, оно должно быть очень серьезно обсуждено. И конкретно расставлены здесь тоже приоритеты. Вопросы, которые связаны с совершенствованием законодательства. Это главные вопросы, которые волнуют наших участников нашей площадки. Сегодня мы говорили о так называемой гармонизации лесного и охотничьего законодательства. Причем гармонизация в данном случае была взята в кавычки. Что такое отношение к этой самой гармонизации высказывается? Не буду сейчас свою точку зрения на то, что я услышал, высказывать. Все-таки я не специалист, но есть очень спорные моменты. Вообще, если говорить о подведении неком промежуточном, конечно, итоге всех этих пяти форумов по площадке охоты, я бы разделил такие два направления. Во-первых, первое – это внутриотраслевая дискуссия. То, что дискутируется самим участниками. Вы абсолютно правильно, Николай Петрович, сказали, вы присутствовали у нас во второй части обсуждения. На одни и те же проблемы участники нашей площадки высказывают диаметрально противоположные точки зрения. Я не берусь судить, кто из них прав или нет, но это факт. И это, на мой взгляд, слабость в данном случае сообщества. Потому что если сами люди, агенты внутри своей отрасли не могут прийти к общему знаменателю, то вряд ли за них это кто-то сделает. А если сделают, то понятно, что тут же будет армия недовольных. Поэтому я вообще не склонен считать, что в спорах рождается истина, но в дискуссии, наверное, как минимум что-то то, что должно привести к общему знаменателю, и где-то кто-то уступает, и есть возможность уже выйти из более-менее сбалансированной, единой такой позиции. Другая часть этого направления и мои мысли по поводу того, что происходит, это, конечно, относится, и на мой взгляд, это самое главное, это выработка государственной политики в сфере охоты. Я бы сказал вопрос идеологический, просто идеологии. Надо понять, а что, собственно, государство хочет от этой отрасли? Что она ожидает? Это точка роста, про которую мы всегда говорим. Это какой-то такой бедный родственник, который будет всегда там на отшибе всех остальных, и, как вы сегодня сказали, там некое такое развлечение, в зависимости от кошелька и так далее. Чего государство ждет от этого? В зависимости от того, что сформулирует государство, с горизонтом планирования, ну лет на 20 хотя бы, вот хотим через 20 лет, чтобы это выглядело вот так, там, не знаю, с 1% ВВП, как это было в СССР, то, что давала отрасль, 1% ВВП, это Советский Союз. Вот у нас такая задача. Для этого нам нужно сделать это, это и это. Тогда участники уже, да, участники этой отрасли, участники этого процесса, они уже будут в конкретном тесном контакте с людьми с земли, что называется, да, с охотниками, с союзами, с общественными организациями, с профильными министерствами. Но все равно без этого никакого прорыва, никакого движения вперед не будет. Потому что за эти 5 форумов настроения, они менялись в зависимости от участников, но я так скажу, от очень сдержанного пессимизма, оптимизма очень мало, до просто панических, высказывается, панических каких-то настроений на перспективы охоты вот этой отрасли и так далее. Стратегия развития охотничьего хозяйства с планированием, с горизонтом этого планирования должна быть разработана обязательно. Мне кажется, что в данном случае это может быть даже первостепенная задача, после которой возможно уже и гармонизация законодательства, и совершенствование законодательства. И, наверное, если бы у нас был такой взгляд и государство совместно с теми, кто работает на земле на перспективы развития, может быть, не было тогда вот этого закона 209, о котором все говорят, ну очень плохо, прямо скажем. Поэтому мне кажется, это очень важно. И еще одно я сейчас скажу, потом предоставлю слово уже о конкретике, чтобы Татьяна Сергеевна мне рассказала. Я из форума форум говорю, как человек, который имеет отношение больше к рыбалке, честно говоря, но все равно. Мне кажется, что очень важно для сообщества охотничьего, куда входят все, и люди, которые как в качестве бизнеса к этому относятся, и как просто люди как к хобби. Но все, кому охота не безразлична, кто хочет, чтобы и исторические корни нашей охоты русской сохранялись и приму нажались. И чтобы те звери, которые традиционно водились, водятся и являются объектами там охоты, чтобы они тоже себя чувствовали хорошо, и все это процветало, все равно для этого нужно объединить эти усилия, и обязательно с точки зрения вот именно идеологической, чтобы охота ассоциировалась действительно с традициями, с тем, что это люди, которые не убивают зверей, прежде всего, а изымают, как говорят, а прежде всего заботятся о их сохранении и о том, чтобы они были. Но для этого надо работать со средствами массовой информации, для этого надо собственную идеологию определить. Понимаете, сейчас я больше всего вижу как споры хозяйствующих субъектов. Понятно, что у всех свои экономические интересы, и каждый пытается его отстоять. Но вы не отстоите ни те, ни другие, если не будет взгляд на охоту, как на национальное достояние. Вот на мой взгляд, это самое главное сейчас в этой истории, а все конкретика, которая, безусловно, есть, ей надо заниматься. Наши форумы, мне кажется, это делают очень важную работу в этом смысле. Сейчас я предоставлю слово Татьяне Сергеевне, Единственное, что еще я хочу сказать, большое спасибо организаторам. Великолепная, конечно, республика, замечательная природа. Большое спасибо нашим хозяевам гостеприимным, которые удалось не только поучаствовать и поработать, но и увидеть замечательные места. За это большое вам спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ